Валентина Ивановна Матвеенко 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 На мой взгляд, этот пример сегодня неплохо демонстрирует выставка, которая развернута внизу, но хотелось, чтобы такого рода выставки отражали усилия всех фракций, всех партий и движений, потому что наша партия с первого дня призывала признать Донецкую и Луганскую республику. С первого дня туда отправляла конвои. Вот мы 19-го отправим 104-й конвой, 250 тысяч подарков для детей и все, что нужно для наших родных ребят, добровольцев и армейцев, которые сражаются во имя правды, справедливости и свободы. И еще один уникальный подвиг. Он сегодня нас охраняет. Это называется ракетно-ядерный паритет. Мы сумели всего за 12 лет создать такие системы и силы, которые заставили американцев сесть за стол переговоров. Ричард Милхаус Никсон прилетел в Москву в 1972 году и сказал, сегодня СССР супердержава, сверхдержава. Мы уважаем сильных, умных и успешных, готовы сесть за стол переговоров, сокращать ракетно-ядерные вооружения и договариваться о запрещении испытаний ядерного оружия. Вот если мы собираемся сегодня вновь побеждать, мы должны переться на эти пять великих подвигов. Мы должны прислушаться к опыту народных предприятий. Мы должны взять с собой наследство ту человечность, которую гарантировала советская власть каждому гражданину. Тот уникальный опыт народного образования, великой науки и космических достижений, которые имела наша промышленность. Мы должны вспомнить о том, что в 2017 году каждый второй в стране не умел читать и писать. 41-й трагически встретили лучшим станочным парком, самыми грамотными и храбрыми солдатами, командирами, офицерами. А 61-й космический встретили лучшей в мире ракетно-космической техникой, что доказал Юрий Алексеевич Гагарин, русский советский офицер, открыв новую эру человечества. Мы и дальше продолжим отмечать этот славный праздник, приглашаем вас освещать, рассказывать, показывать и больше об этом рассказывать своим детям. На мой взгляд, самый большой успех нашей партии в ходе этой кампании – очень много молодежи, детей, пионеров, комсомольцев, которые приходят, читают, изучают, смотрят. И, на мой взгляд, огромный толчок к всему этому дал доклад, который мы опубликовали на Пленуме «Опыт советского народовластия и задачи нашей партии в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов». Наша программа лежит на столе у президента. 22-го он будет проводить Государственный совет по вопросам молодежи. Молодежь должна знать свою историю, молодежь должна любить свою историю, молодежь должна гордиться подвигами своих отцов и дедов, своих пращеров. Молодежь должна иметь право бесплатно учиться, иметь хорошую трудовую закалку. А для этого нужна программа созидания. Такую программу советская власть предложила с первого дня. В 2017 году мы от американцев средний возраст отставали на 17 лет. Через 50 лет мы обогнали американцев, французов и всех остальных. Сегодня мы 10 лет топчемся. Страна последние 3 года потеряла 2 миллиона и в этом году еще 3 миллиона своих сограждан. Это свидетельство о том, что курс надо менять, социальная политика должна защищать граждан, а те, кто имеет деньги, обязаны вкладывать в развитие своего производства, платить хорошие налоги и осваивать самые новейшие технологии. Еще раз вас столетиям образования Союз Советских Социалистических Республик. Успехов и удачи всем!